Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 2 и вы смотрите 77 серию. Эту серию я хочу начать с карты города и показать вам студенческий город, где живут наши симы. Это университетский городок, здесь живут наши Донна, Фрэнк, Джина и Ярослава. Проживают они вот в этом общежитии, я просто вам хотела показать еще карту этого города, где они живут, вот, чтобы вы посмотрели, что здесь есть. А здесь есть какое-то общественное заведение, которое называется студенческий союз, у нас здесь есть университетский двор, студенческий фитнес-клуб, клуб-кампус, в общем, кофейня какая-то, государственная библиотека. Я смотрю, что здесь много всего интересного, галерея какая-то, это пошли жилые участки, то есть, вот, сдается в аренду, можно даже арендовать какой-то из домиков, но мы будем жить уже в общежитии, раз мы уже так решили, вот, и наше общежитие, кстати, самое такое неприметное, невзрачное и оказывается даже без крыши. В общем, вот так вот в этом городке проживают наши симы, давайте уже зайдем и поиграем. Вот сегодня мы будем играть за Донну и Фрэнка в университете, потому что в прошлой 76 серии мы играли за семейку Франчески, Тимура и Стеллы. Итак, мы в общежитии в нашем, в университете, и я сейчас дала нашим симам всем задания, чтобы они повышали свои потребности. Фрэнку и Ярославе нужно в туалет, Джиночка у нас кушает, а Донна играет, потому что у нее низкий досуг. Кстати, спасибо за то, что написали в комментариях, как сделать домашнее задание. Если вы помните, я в прошлой серии искала домашку, думала, что они ее где-то спрятали, но на самом деле нет. Чтобы сделать симу домашнее задание, нам нужно кликнуть на самого сима и выбрать действие учеба домашнее задание. Сделать, и тогда все получится. Так что Джина сейчас займется домашним заданием. Так, это у нас там Ярослава моется. Так, Донна, ты досуг свой подняла, давай, наверное, вставай, и я тебя сейчас еще раз отправлю сменить свою мечту жизни. Да, ребят, я ее отправлю сменить мечту жизни. Многим, не знаю, многим понравилась идея... Давайте ее сразу в туалет, кстати, отправим, потому что она в туалет хочет. Многим понравилась идея, что у нашей Донны жизненная цель рок-звезда. Да, ну, ребята, она у нас как-то к спорту стремится, и у нее нет совсем вообще к творчеству. Ну, совсем немножечко у нее к творчеству. Я не знаю, какой-то навыков нет у нее. И я считаю, что не нужно ее заставлять делать то, чего она делать не умеет. Вот хотя я думаю, что рок-звезда, наверное, интересно поиграть за рок-звезду. Ну, но это точно не Донны, она у нас спортивная девочка. Мне кажется, она всю жизнь мечтала о спорте, поэтому ей нужна именно вот жизненная цель, связанная со спортом. Поэтому я сейчас попытаюсь изменить... Давайте, наверное, стол я этот или не стол, что это такое, перенесу, поставлю чуть ближе, чтобы было удобнее достать. Вот, и сменим ей еще раз ее жизненную цель, ее, в общем, перепрограммировать себя, чтобы она у нас сменила, только нам нужно будет первый раз сменить на какую-то другую и потом еще раз выбрать популярность. Вот, потому что рок-звезда это не ее. Вот если бы у нее было стремление, блин, ребят, сейчас будет жизненная цель, жареный сыр, потому что неправильно, ну, в общем, сработала какая-то ошибка и не получилось у Доны сменить жизненную цель. Вот, но мне этот жареный сыр не нужен. Я хочу все-таки, чтобы она стремилась у нас к популярности. И, смотрите, сразу кушать пошла. Нет, дорогая моя, давай меняй жизненную цель. Я хочу, чтобы она у нас была, ну, я не знаю, со спортом связанная. Вот, я думаю, что я не собираюсь бросать. Да что ж такое, опять она будет к жареному сыру стремиться. Ну, в общем, придется мне покупать еще одну штуку, которая перепрограммирует ее, потому что здесь уже закончились у нас все дозы. И больше перепрограммировать мы не можем себя. Так, ладненько, тогда я сделаю это уже позже, может быть, даже между сериями. Ребят, объясняю еще раз, потому что, ну, нужно как-то идти у симов на поводу и смотреть, к чему, у кого есть способности. Так, всем быстренько в университет. Никто не забыл, все идут, да, никто дома не остается, все у нас отправляются. Вот, если у Доны есть способности к спорту, а это говорит о том, что у нее культура тела развита до максимума, то нужно ее нам в этом деле поддержать. И какая же рок-звезда с нее, если из нее будет спорт-звезда какая-нибудь. Вот, а рок-звезда из нее не получится. Ой, смотрите, она думает, Ярослава думает про Фрэнка, идет с ним такая вся в сердечках, влюбленная у нас. Да, мы ей, кстати, в прошлой серии сменили мечту жизни, она у нас стремится к семье. У нас прошла быстрая промотка, потому что Симы отправились учиться. Вот, когда вернутся, то мы продолжим играть. И спасибо, что написали, опять же, в комментариях, потому что я совсем все забыла про университет напрочь. Оказывается, мы уже можем на первом курсе выбрать специализацию, нам просто нужно воспользоваться компьютером. Я даже Ярославе уже закрепила жизненную цель выбрать литературу, потому что она девочка творческая, и я думаю, что литература ей как раз таки подойдет. Так, давайте будем повышать потребности. Смотрите, у Ярославы жизненная цель заключить помолку с Фрэнком. Давайте я ее закреплю. Короче, давайте мы Ярославе выберем сейчас ее специализацию. Пусть она у нас, так, писать курсовую. Вот, секретарь. Какой секретарь? А, я испугалась, что она будет секретарем. Нет, наверное, нужно к какому-то секретарю обратиться, и как бы он, наверное, поможет выбрать специализацию. Так, девчоночки у нас играют, но я не буду им мешать. Пусть играют, пусть наслаждаются жизнью, потому что университет это не только учеба, но также и отдых. Вот, я вам в начале серии на карте города показала, что в университете есть еще разные заведения. И я думаю, что мы куда-нибудь обязательно отправимся все вместе, чтобы мы не только целыми днями учились, но еще где-нибудь потасовались. Может быть, даже как-нибудь в ночной клуб выберемся. Вот, ну не все же нам все время учиться. Так, Ярослава, ты выбираешь там себе жизненную цель? Ой, боже мой, смотрите, сколько всего! Я уже забыла, я 300 лет не играла в Sims 2 и не играла в университете. Что будет изучать Ярослава? Психология, история, физика, литература, политология, математика, экономика, биология, философия, искусствоведение и актерское мастерство. Ребятки, вообще глаза разбежались. Мы выберем литературу для Ярославы, потому что у нее появилось самой такое желание. Я ей его закрепила. И, кстати, смотрите, это профессии, короче, которые, ну как бы потом, после того, как она пройдет курс литературы в университете, эти профессии будут, наверное, ей просто легче даваться, и нам нужно будет работать где-то в этой сфере. Я вообще не знаю, будет ли работать наша Ярослава, потому что, ну, мне хочется сделать, знаете, из нее такую вот хорошую домохозяйку, мы посмотрим. В общем, в любом случае, она в университете, ей нужно учиться. Поэтому, вот, приключения, музыка, эстрада, но эстрада точно ей не подойдет, криминал тоже не подойдет, шоу-бизнес это точно не Ярослава. Мне кажется, она такая девочка спокойная, домашняя. Вот, может быть, тусовка подойдет, хотя, не знаю, нет таких карьер, короче. Ладненько, пусть она учится литературе. Я вот, кстати, думаю, куда нам отправить наших Донну и Фрэнка, потому что, ну, это как бы важно. Я вот Донну хочу куда-нибудь на, я не знаю, какой-нибудь факультет со спортом связанный. Смотрите, физика, история, психология, актерское мастерство, искусство ведения. Это точно у нас пойдет сюда Фрэнк. Вот, потом он станет, кстати, у него, у Фрэнка жизненная цель, архитектура. Он хочет стать архитектором. Вот, мы ему выполним эту жизненную цель, поэтому отправим его на искусство ведения. А вот куда отправлять Донну, я не знаю. Здесь ничего такого нет, связанного со спортом. Вот, где можно потом работать? Наверное, мы ей выберем, может, актерское мастерство. Давайте посмотрим, что еще вот история. Ну, нет, история точно ей не подойдет. Смотрите, психология, охрана порядка. Ну, довольно-таки интересная, конечно же, математика. Не, мне хочется вот именно куда-то ее в спорт. Но такого, к сожалению, нет. Поэтому Донну, наверное, отправим на актерское мастерство. Потом она пойдет по карьере спорта. Так, ну все, мы сейчас выбираем для Ярославы и выбираем мы ей литературу. Она у нас, смотрите, сразу стала счастливой, довольной, потому что это была ее жизненная цель. Так, дорогуша, давай-ка ты будешь у нас писать курсовую, потому что ты еще не начинала. Вот, и выберем специализацию для Фрэнка потом. Ему тоже нужно учиться. Вот, он уже на 64% дописал курсовую. Он делает домашнее задание. Это правильно. Вот, с девушкой какой-то тут общался. В общем, пусть тогда идет на это самое, ну, короче, на искусствоведение, чтобы он у нас рисовал хорошо. Вот, насчет Донны, ребят, я даже еще не знаю. Я, наверное, в этой серии для Донны все-таки не буду выбирать факультет. Я почитаю, подожду, почитаю ваши комментарии, что вы напишите. Вот, потому что мне ее хочется сделать спортивной. И как-то, не знаю, актерское мастерство это не совсем спорт. И не надо писать, что делать ее нужно рок-звездой. Ну, если нет у Сима к этому таланта, зачем мучить и зачем? Нужно как-то идти у Симов на поводу и смотреть, чем они могут увлекаться, ну, и к чему у них есть навыки. Вот, у нас Фрэнк с детства рисовал. И я считаю, что самое лучшее для него это отправить его в искусствоведение. Вот, потом он сможет работать художником или архитектором. Вот, так как у него жизненная цель архитектуры, то он будет потом у нас архитектором. Вот, Донни я выбирать пока не буду, потому что, ну, честно говоря, даже и не знаю, что ей выбрать. Так, и Джина. Давайте Джинни, наверное, тоже выберем, когда она искупается в какую-нибудь специализацию. Давайте учеба и секретарь. Так, давай-ка, Фрэнк, пойдешь и будешь дальше делать домашнее задание. Вот, потому что нужно делать домашку. Смотрите, у них вот так вот, я не знаю, с продуктивностью. Что это значит? Наверное, нужно, чтобы она была заполнена до максимума. Я, честно, не особо еще поняла вот с этой вот полосой продуктивности. Так, Джина, давай мы тебе выберем специализацию и посмотрим на ее таланты. Ребят, у нее только творчество немножко развито. Совсем чуть-чуть, я бы сказала, развито у нее творчество. Поэтому даже не знаю, куда мы ее отправим. Может быть, вместе с Фрэнком она будет учиться на искусствоведении. Вот, куда бы нам ее отправить, такую нашу творческую немножко. Вот в музыку, наверное, она бы у нас пошла. Потому что я помню, что у Гертруда стоял рояль, пианино у нее стояло. И там, наверное, Джина играла, когда была маленькая. Поэтому ей нужно вот идти куда-то в эстраду. Вот, может быть. Ну, это я так думаю, планирую просто на будущее. Давайте посмотрим. Эстрада – это литература. Но, как-то, мне кажется, литература ей не очень подойдет. Пусть, наверное, идет, ребят, на актерское мастерство. А потом, если что, пойдет на танцы или на эстраду. В общем, да. Так, а для Доны я пока выбирать не буду. Я все-таки подумаю и почитаю ваши комментарии. Потому что мне хочется ее отправить в спорт. А я тут и не знаю, что ей нужно закончить. Какой факультет, чтобы потом идти заниматься спортом. Так, Джина, ты у нас чего чинить? Нет, не надо ни во что играть. Давай, пиши курсовую. Потому что вы с Ярослава еще ничего не писали. Давайте, пожалуйста, девчонки, занимайтесь. Вот. И наша до сих пор смотрит на облака. Я вообще не знаю, качается навык какой-то или просто досуг получается от того, что смотреть на облака. Давайте мы Донну тоже попросим сделать домашку. Вот. Выполнить домашнее задание. И пусть все занимаются. Вот эта жизненная цель – жареный сыр. Мне не особо нравится. Я уже между сериями тогда ей поменяю. И выберу такую жизненную цель, чтобы... Ну, чтобы... То есть, выберу ей популярность, но так, чтобы у нее жизненная цель была связана со спортом. Ну, или хотя бы не противоречила, я не знаю, ее спортивной карьере. Чтобы там не было какого-нибудь другого спорта. Кстати, я смотрю, у нас тут стоит почтовый ящик. Наверное, нам будут приходить налоги. И придется платить, наверное, еще по счетам. Это плохо. Я что-то не помню, в общежитии нужно было платить по счетам или не нужно было. Наверное, все-таки было нужно. Так, девчонки, давайте вы уже... Ярослава побеждает демонов-близнецов. Ты кого там победила? Я что, не понимаю. Ты курсовую делаешь или ты что? Каких ты демонов побеждаешь? Так, она спать уже собралась. Давай, иди сходи в туалет, а потом уже иди спать. Кстати, видите, забился, по-моему, унитаз. Но не забился, а испачкался. И я вот не знаю, как в общежитии с этим дело обстоится. Нужно кому-то... Вообще, кто-то приходит это все... Не знаю, убирает или... Или даже не знаю. Или нужно нам самим придется все это убирать. Вот, Доночка уже зашла в свою комнату, наконец-то. И села делать домашнее задание. Вот, я думаю, что, ребят, с утреца... Так, а кто у нас здесь? Офигеть! Ты что, обалдела? Это наша кровать. Иди отсюда. Подождите, это... Да, это комната Донны. И вот эта девочка сюда заперлась. Нужно все двери позакрывать. Запереть дверь. Ну, это уже мы сделаем после того, как Донна закончит свое домашнее задание. И смотрите, мы ее даже... А, мы можем ее прогнать. Обязательно мы ее прогоним, потому что нефиг спать вообще в нашей кровати. Я понимаю, что это общежитие, что все ходят, кто хочет. Но это не значит, что нужно спать в чужих кроватях. Это комната нашей Донны. Иди отсюда, девочка. Мы тебя не звали. О, боже мой. Все, Донна, ложись спать. Потому что, видишь, тут такое дело, что нужно срочно занимать кровать. Иначе просто потом твою комнату оккупируют. Вот, Фрэнк у нас уже спит. И Джина... А Джина еще не спит. Джина у нас писала курсовую. О, боже, у нее уже все плохо. Давайте мы ее отведем в туалет. И, наверное, покормим. Так, мужик, видите, мужик тут постоянно работает, старается. Видите, он не уходит. Я думала, что он уходит. Но он, к сожалению, не убирает. Он только кушать готовит. Но главное, что постоянно имеется еда. Да, во всем общежитии на всех всегда полно еды. Как только заканчивается, он сразу же готовит следующую. Но только жалко, что он постоянно готовит что-то такое. Я не знаю, макароны с сыром, по-моему, это. Но он готовит постоянно одно и то же блюдо. Может, ты что, других рецептов не знаешь. Приготовил бы, я не знаю, торт какой-то. Окуня фаршированного. У нас Фрэнк и Ярослава в прошлой серии были дома, в гостях у Франчески. Столько рыбы наловили. Они бы тебе рыбу подкинули, и ты бы что-то приготовил. А ты кормишь только вот этими макаронами. И жрать уже нельзя. Я думаю, что уже к пятому курсу всех будет тошнить от твоих макарон. Мужик, сейчас только первый курс. Еще вроде как нормально. Но потом, я думаю, никто рад не будет. Так, Джина у нас кушать пошла. Давайте мы ее тоже потом отправим в ее кроватку. Вот, спать, чтобы она ложилась. И все у нас уже спят. Я думаю, ребята, когда настанет утро. У нас сейчас пока только 22 часа. Вот, когда настанет утро, наши ребята куда-нибудь отправятся и погуляют. Может быть, в парк. Может быть, в какое-то заведение общественное, которое есть на студенческой карте города. Там, где мы были в начале этой серии. Что я показывала. Потому что мне хочется поисследовать этот городок. Посмотреть, что это за общественные именно университетские участки. Вот, чтобы мы там побывали и посмотрели на все. Так, Джина, давай быстрее доедай. И у нее... А, я испугала, что у нее тоже жареный сыр. Нет, у нее стремление к богатству. Вот, она хочет танец прихлопом. И продуктивность. Вот она у нас. Подождите, а что у нас теперь? У нас же теперь по-разному они учатся. Смотрите. С 10 до 12 учится Джина. Так, пока у нас вольнослушатель Донна. Она еще пока не выбрала специализацию. Я выберу уже в следующей серии, когда почитаю ваши комментарии. Вот, куда вы ее направите. Вы же видели. Ну, нажмите потом на паузу. Где я выбирала для Джины и для Фрэнка специализацию. Почитайте про все. Посмотрите. И вот что-нибудь, да, выберем. Так, Фрэнк у нас учится с 14 до 16. И с 13 до 15 учится Ярослава. Короче, теперь они у нас, ребят, учатся все в разное время. Так, ну давайте подождем, когда они все проснутся. И потом уже, наверное, отправимся куда-нибудь погулять. Уже с утреца. Я думаю, где-то в 6 утра. Когда они быстренько встанут, поднимут все свои потребности. Кстати, можно пока нажать на обычную промотку. Не на быструю. Посмотреть, кто что делает в этом университете. Так, ну у нас, я так понимаю, что спят не все. Нет, вот этот рыжий пацан спит. Потом здесь у нас живет вот эта вот девочка. Блондинка, этот живет, тут мужик с банданой. Это вот эта вот девочка живет. Они, кстати, не спят, а там развлекаются, короче. Я не знаю, чем там можно развлекаться. Потому что в каждой комнате находится просто кровать и стол. И все. Ну, окно еще. То есть развлекаться там реально нечем в этой комнате. Вот, ну, только я, кстати, я повесила картину и зеркало для Донны. А так я комнаты не обустраивала. Потому что все-таки это общежитие. И не должно же здесь быть какой-то там супер роскоши, супер удобства. Здесь должно быть всего по минимуму. Ну, чтобы всем всего хватало. Но такого, что, я не знаю, все в изобилии, все красиво, такого быть не должно. Потому что это все-таки общежитие. Так, ребятки, вы уже там вставайте. Давайте будем кушать, подниматься. Мужик, ты что есть не готовишь-то? Смотрите, он что-то другое готовит. Так, давайте все с утреца соберемся в столово и будем просить его есть. Чтобы он нам есть давал. Вот, все сразу студентики наши прибегут и прямо в пижамках. И говорят, мужик, мы есть хотим в 4 утра. А он, бедный, несчастный, уже наготовил. Что, он блины, что ли, приготовил? Я не знаю, что. Но сейчас мы это все будем кушать. Вот, все поедим. Потому что все голодные. Ой, еще и в туалет кто-то хочет. Ну, я думаю, что потерпим немножко. Вот, каждый возьмет себе по порции. И, ну, правильно, у нас это ж университет, это студенты. Они голодные, вечно голодные. Прибежали с утра, есть хотят. Расхватали тарелки и сразу же сели поглощать еду. Вот, хорошо, что еда вообще здесь бесплатная. Ярослава, тебе что не досталось? Да давай, бери, не стесняйся. Кушай, тоже присаживайся. Классно, что они сели за один стол и вот могут пообщаться о чем-то. Ярослава, тоже подсаживайся. Вот, поговорите о том, что все уже выбрали специализацию, а вот Донночка до сих пор не выбрала. Я думаю, что они вот сейчас ей советуют, куда ей пойти. Вот, Фрэнк говорит ей, иди на актерское мастерство. Говорит, зачем тебе этот спорт? И вообще, зачем тебе физическая нагрузка? Иди куда-нибудь там, где нужно творчество. Все ей советуют. А Донна говорит, что она хочет заниматься, я не знаю, каким-то боксом. Она у нас девочка спортивная. Ну, в общем, я думаю, что вы насоветуете мне в комментариях. И как-нибудь я довыберу, куда нашей Донне пойти. Потому что вот просто так не хочется выбирать. Нужно хорошенько подумать и потом уже выбрать для нее карьеру. Вот с Фрэнком сразу все понятно. Он у нас с детства любил рисовать. Это как-то он сам к этому тянулся. Вот, у Донны не было такого прям стремления. А вот у Фрэнка сразу проявлялось и видно было, что он у нас мальчик творческий. А с Донны сразу было видно, она любила бегать на тренажер мамин, садиться. Любила спортом заниматься. Поэтому понятно, что лучше ее отправить в карьеру спорт, когда она вырастет, скорее всего, я так думаю. Ну и закончить ей нужно университет. Именно вот с таким уклоном, с уклоном на физическую какую-то нагрузку. Мужик еще убирает за нами, что молодец, ты мне нравишься. Домой бы нам такого Франчески. А то у нас дворецкий вообще нифига не делает. Так, ну все, у нас студенческий завтрак закончился. Давайте мы отправим наших симов. Нет, играть. Нет, Ярослава, давай мы, наверное, тебя отправим в душ. Всех. Просто сейчас всем поднимем потребности, чтобы все чувствовали себя хорошо. И с самого утра отправимся. Куда мы отправимся? Отправимся в какой-то общественный участок, который, боже мой, Джина, сейчас у нас сходит прям в туалет. Где-нибудь, где-нибудь по дороге. И сейчас произойдет конфуз. Что такое, ребята? А что? Вы это видели? Подождите, я что-то не поняла, но... Какие-то сердечки были красные. Как будто, я не знаю, Джина кого-то ненавидит. Ну, она вроде нормально относится к Ярославе. Что-то я не поняла прикола. Ладно, Джина, ты только не это самое, ну, конфуза, чтобы не было. Боже, у нее естественная нужда. Естественная нужда очень плохая. Давайте мы ее отправим еще раз в туалет, а то она что-то как-то не пошла. Вот. И я думаю, что уже в следующей серии, точнее не в следующей, а через серию. Потому что в следующей серии мы будем играть все-таки уже за Франческу, Тимура и Стеллу. Потому что я буду чередовать семьи и играть в семьи по очереди. А вот в следующей серии, которая уже будет университетская, мы отправимся куда-нибудь на общественный участок. И там будем чем-нибудь заниматься. Понятия не имею, что мы будем там делать, но что-нибудь делать мы там будем. Давайте мы, наверное, какую-то романтику какую-то поделаем для Ярославы и Фрэнка. Ну, и вообще, наверное, я буду уже закругляться. Потому что у наших детишек теперь, так как они у нас уже выбрали свои специализации. Вот. У них теперь уже изменилось время учебы. И кое-кому нужно идти на учебу уже в 10 утра. А ведь аддон вообще не стесняется, танцует. Все у нас, кстати, почти в пижамах. Вот. Никто не переоделся. Я, кстати, хотела еще сходить им купить, прикупить какой-то одежды. Но, видите, опять же, в этой серии у меня ничего не получилось. Я думаю, что к следующей серии... Не к следующей, а именно в серии мы как-нибудь это сделаем. Отправимся в магазин. Совместим приятное с полезным. Приятно это отдохнем где-нибудь, я не знаю, в каком-нибудь заведении. Вот. И полезное накупим нашим симам одежды. Они сами танцуют какой-то танец с прихлопом. Я вообще им не давала этого действия. Сами видите, что они выплясывают. Видно, сразу видно, что им нравится в университете. Ну, конечно, отдых отдыхом. Но нам нельзя забывать о том, что им нужно учиться. Нужно будет писать нам курсовую. Нужно будет делать домашнее задание. Я постараюсь, чтобы мы это все успевали. Не знаю, получится или нет. Ну, все, ребят. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока.